Всем привет! У меня появился помощник на кухне. Это дегидратор Oberhof Fruit Trocken B53 для сушки овощей, фруктов, мяса, приготовления пастилы, ну и других различных продуктов. Итак, при покупке дегидратора идет гарантийный талон, инструкция по применению, в подарок идет книга с рецептами. Кстати, я ее уже изучила, рецепты отличные, доступные. Один из них мы с вами сегодня приготовим. В комплекте идут также 10 сетчатых металлических поддонов. Затем в подарок идут 3 сетчатых поддона и 3 поддона с бортиками для пастилы. Кто смотрит мое видео, знает, что сушкой продуктов я занимаюсь уже на протяжении 7 лет. Для меня это отличный вариант сохранения многих продуктов. Во время сушки они сохраняют все полезные свойства. Внешне остаются красивые, аппетитные, ну и, конечно, очень вкусные. У этой модели дегидратора мощность 800 Вт. Температуру можно выставлять от 29 до 70 градусов. Я сушилку, конечно, уже включала. Изучила инструкцию, которая к ней прилагалась. Уровень шума у нее очень низкий. Мне есть с чем сравнить. Есть сушилка другого производителя. По сравнению с ней, конечно, это работает очень тихо. Кстати, она сейчас работает. Вот настолько тихо она работает. Также есть сенсорное управление. Можно регулировать температуру. Плюс это выше, минус это ниже. Также можно регулировать и время приготовления. Плюс выставляете больше температуру, минус, соответственно, ниже. Для меня важна функция приготовления пастилы. Есть поддоны для пастилы. И также есть функция для приготовления йогурта. Такая вещь подходит людям, в том числе и мне, которые очень редко покупают промышленные сладости. Любят, конечно же, пастилу и натуральные сушеные продукты. Сейчас мы посмотрим этот дегидратор в работе. Буду сушить яблоки, груши, кабачки, зелень. Все, что растет в огороде и в саду у меня. Обязательно приготовлю яблочную пастилу. И, как я уже говорила ранее, я просмотрела книгу с рецептами, которая шла в подарок. И мне понравился рецепт простой гранолы. Я ее никогда не готовила. Вот как раз вместе с вами и приготовим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Также я сейчас приготовлю простую гранолу. Рецепт я взяла из сборника рецептов, который прилагался к сушилке. Для приготовления беру овсяное хлопья. Четыре чашки предварительно нужно перебить в блендере, но не до состояния порошка. Одну чашку тыквенных семечек. Предварительно я их слегка поджарила на сухой сковороде. И затем перебить нужно в блендере до маленьких кусочков. Также понадобится одна чашка семян подсолнуха. То же самое я сделала, как и с тыквенными семечками. Одна чашка миндаля. Я их тоже поджарила на сковороде и перебила в блендере до маленьких кусочков. Одна столовая ложка какао порошка. И одна вторая часть чашки меда. Затем высыпаем все в общую емкость. Все ингредиенты перемешиваем. И постепенно добавляем мед. Аккуратно формируем шарики. Сушила я 2 часа при температуре 60 градусов. Ну и конечно я сейчас приготовлю пастилу яблочную. Самый легкий и быстрый рецепт. Нарезаю яблоки на дольки. Складываю в кастрюлю. Добавляю чуть-чуть сахара, потому что яблоки у меня сладкие. Варю в течение 2-3 минут это максимум. Затем перебиваю все в блендере до однородной массы. Подготавливаю поддоны для пастилы. Предварительно нужно слегка смазать растительным маслом. Я это делаю для того, чтобы впоследствии пастила хорошо отделялась от поддонов. Все распределяю пастилу я с помощью силиконовой кисти. Мне очень нравится. Это удобный способ. И я ставлю температуру 55-60 градусов примерно на 12 часов. Сушка может занимать разное время, смотря какой толщины вы заливаете пастилу. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, сегодня я вместе с вами посушила продукты. Это яблоки. Светлые это зеленые сорта яблок. Чуть потемнее сушка это красные сорта. Со своей задачей дегидратор справился. Сушка в принципе равномерна. Если где-то несколько колец на поддоне не досыхали, я просто перекладывала все на один поддон и досушивала. Но я считаю, что это норма в сушилках. Грушу высушивала. Тоже все прекрасно. Я продукты сушу не до хруста, а чтобы они были сухие, но в то же время эластичные. Чтобы не рассыпались. Вот до такого состояния я высушиваю. Груша отлично. Кабачки тоже сушу каждый год. Всю сушку я последние годы храню вот в таких бумажных пакетах. Я их покупала в метро. Смотрите, здесь у меня кабачок посушен в этом году. И вот так прекрасно он лежит. Я просто закрываю вот таким образом и ставлю в шкаф на кухне. И все прекрасно хранится. Также посушила я базилик зеленый. Отлично. Храню в банке зелень. Ну, конечно же, моя любимая пастила. Вы посмотрите, какая красота. Вот такая подача. Ну, чем не подарок сложить такую пастилу в красивую коробочку, упаковать. И, по-моему, эта сладость самая красивая и самая вкусная. Эти два листа у меня были из сортов зеленых. То есть, пастила светлая. А это из красных сортов яблок. Пастила всегда получается коричневатой. Яблочная пастила – самый простой рецепт. Поэтому всегда ее легко и быстро сделать. И очень красивая, и очень вкусная. Самое главное, как храню пастилу, сейчас покажу. У меня есть такие пищевые пластиковые контейнеры. Я каждый слой выкладываю пергаментной бумагой. И вот таким образом складываю. Затем каждый выложенный слой я перекладываю также пергаментной бумагой, чтобы продукты не слипались между собой. И дальше следующий слой, опять бумага, следующий слой. Все я это храню в холодильнике. Пастилу уже проверено мною много лет, что пастила все-таки должна храниться в холодильнике. Особенно, если вы делаете пастилу из сырых продуктов. Как, например, у меня есть на канале рецепт черная смородина и кабачок. Это пастила сырая, поэтому все-таки я считаю, что она должна храниться в холодильнике. Еще я попробовала приготовить простую гранолу. Рецепт взяла из книги с рецептами, которая прилагалась к сушилке. Мы уже, конечно, попробовали. Великолепная сладость с горячим чаем без сахара. Великолепно. Очень нежные, мягкие. Здесь условие такое. Очень важно все-таки все пропустить через блендер. Добиться мелких частей всех ингредиентов. И мед. Меда я взяла чуть-чуть побольше, чем в рецепте. Но совсем немножко. И вот такая великолепная сладость. Очень нам понравилась. Всем советую. В заключении я хочу сказать свое мнение о работе дегидратора Oberhof Fruit Rock от B53. Мне понравилось несколько моментов. Это, во-первых, прозрачная дверца. Видно, в какой стадии находится продукция. Как она сушится. Это очень удобно. Понравилась мне еще сушилка чем? Что она тихо работает. У меня есть с чем сравнить. Есть сушилка другого производителя. И это работает беззвучно практически. И понравились мне еще подоны для пастилы. Они имеют прямоугольную форму. То есть ровную. У меня в прошлой сушилке есть отверстие посередине. И подоны круглые. И пастилу не очень удобно скручивать. А вот именно вот такие подоны полностью полотном. Получаются вот такие колбаски, если можно так сказать. Это очень удобно. Единственное, что мне трех подонов мало для пастилы. Мне придется еще заказывать 7 штук, чтобы было 10. Потому что три подона для пастилы, сами понимаете, это мало. А пастилу я сушу в большом количестве. А так мне работа этого дегидратора очень понравилась. Поэтому я могу рекомендовать вам. Заходите на сайт официальный. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Заходите, смотрите. Если что-то понравится, обязательно покупайте. Потому что дегидратор на кухне, в деревне. Это, конечно, незаменимая вещь. Это вещь нужная. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Заходите в телеграм-канал. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok